Всем привет, Кент! На проводе к вашему вниманию представляю рубрику под названием Постройки от подписчиков. В данной серии мы рассмотрим это чудо-творение, ну хотя на чудо это не похоже, мне это напоминает мандарину. Прочтем табличку от автора. Нет, главная постройка не попа, а то, что у тебя за спиной. Вот это я перепутал, конечно. Ух ты, ничего себе, да это же замок. Давайте осмотрим его сверху, а потом я прочту таблички. Ух ты, автор просто молодец. Как видим, тут приложено немало усилий. Все, вперед к табличкам. Да-да, это замок. Специально для Кента ПК. Автор. Кому интересно, можете перейти по его ссылке и посмотреть, что у него там за канал. Ссылку не убирай, небольшая реклама. Окей, не убираю. Карта строилась без чьей-либо помощи, время постройки 114 минут. Оцени карту по пятибалльной шкале. Извини за некоторые ошибки. Было лень исправлять. Бывает у меня так же, иногда. Ты, наверное, задолбался читать. Карта получилась не очень большой. Прости. Ну что ж, приступим. По рассмотру, летс гоу. А, ну тут еще есть какие-то таблички. Если хочешь, ну, постройте еще что-нибудь. Просто скажи, и я услышу слова, что ты хочешь еще от меня карты. Конечно, хочу. Давай продолжай строить такие же прелестные замки. С радостью буду их обозревать. Цитадель. Как видим, тут может вместиться рота солдат. Довольно-таки большое помещение. На втором этаже у нас... Комната короля и королевы. Это как раз моя комната. Ребята, это моя кровать! Эээ, почему я не могу поспать? Я хочу спать в моей кровати. Я король или кто? Кажись, я не король. Зато я могу посмотреть большой плазменный телевизор. Это, ребята, приятно. Ого. А если я сделаю вот так, то большой плазменный телевизор превращается в духовку. Идемте дальше! Кузница. Кузница. Ну окей, но, к сожалению, тут нету никаких рабочих. Походу, тут выходной. Поэтому пусть ребята отдыхают. Подвальчика у нас никакого тут нету, да? Я ничего не пропустил. Надо еще раз осмотреть, потому что будет обидно, если я что-то пропустил. Не, вроде все в порядке. Ой-ой-ой, я случайно сломал автора, сорян. Я как-то не обратил даже внимания. А сюда мы можем скинуть ненужный мусор. Давайте я скину. А, я не могу ничего скинуть. Так что, увы, ничего не скину. Темница. В темнице пусто. Видать, недавно была амнистия. Если кто не знает, то это освобождение заключенных. Помещение лучника. Лучник открывает сундук, берет лук и стрелы. И идет выполнять свою службу. Ух ты. А тут, кстати, неплохо. Но, к сожалению, никаких противников я не вижу даже в помине. Еще одно помещение лучника. Ага. Ну, в принципе, все логично. Четыре башни. Четыре помещения лучника. Автор, ты большой молодец. Ты постарался. Поэтому я ставлю тебе пятерку. Но у меня есть небольшой нюанс. Я считаю, что замок у тебя слишком пустой. Я бы добавил жителей. Да и побольше. Сюда жителей. Сюда жителей. Сюда жителей. Сюда. Короче, везде жителей бы добавил. Даже на верхушку флага поставил бы одного лучника. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Пишите комментарии. С вами был Кент. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok